сегодня у меня будет вот такой обед это мой супчик с этими купатами немножко сметанки коломенской кстати сметана коломенской неплохая вкусная и вот такие у меня посмотрите купаты такая красота супчик получился очень вкусный на кулинарном канале есть если что рецепт и у меня вот такая сегодня к супчику вкусная привкусная скумбрия всем огромный огромный привет так ну что я хочу кое-что приготовить из капусты и чтобы ее тут в гордом одиночестве не резать решила немножко поболтать с вами мне нужно будет вот такой небольшой кусочек капусты я ее уже взвесила в общем это у меня от супчика то осталось я ее взвесила здесь 460 грамм но это вместе с кочерыжкой я думаю если кочерыжку вырезать может быть грамм 300 останется мне для рецепта как раз столько и нужно примерно где-то 300 400 грамм я ее нашинкую и хочу немножко с вами болтать вот единственное не знаю насколько будет удобно шинковать вот этим вот ножом мне в принципе если честно нужно прям мелко так и и нашинковать лучше было бы даже если бы натереть на терке но я не хочу возиться знаете начну сейчас напирать на терке и заляпаю пол кухни время уже поздно хочу вам рассказать немножко о своем ремонте как продвигается ремонт мы уже сегодня покрасили стену я же в общем что я у меня такой длинный коридор я половину стены вот этой заклеила обоями а вот эта половина стены которая идет где входная дверь мы ее просто покрасили я сегодня развела немножко колера такого серенького подсветка красном обои чуть посветлее прям ну прям совсем светло если честно покрасили сегодня на один раз вот и там еще завтра будем красить на второй раз как раз она до завтра просохнет думаю пойду ка я приготовлю эту вкуснятину пускай будет а что нет думаю а то пролежит это капуста так в холодильнике все вот поэтому конечно намучились сегодня с этой покраской это просто обалдеть конечно знаете как говорится не исходаю так исходаю на ремонте худею на ремонте потому что по лестнице пока поскачешь туда-сюда пока нагнешься пока разогнешься знаете вот тебе как говорится и упражнение в общем девчонки хотите похудеть займитесь ремонтом переклейте обои приклейте обои покрасить какую-нибудь стену как говорится и вам приятно и вашему телу в общем так продвигаются дела что завтра будем красить на второй раз будет чистенько и ладно сегодня с утра же как раз они вчера вечером там как сохнут она уже сохнет вчера вечером шпаклевали и сегодня закрасили у меня уже все поменялось когда у нас было воскресенье то в общем воскресенье полдня шпаклевали с утра уже все поменялось в голове вот не стало я ничего выравнивать знаете как вот легла шпаклевка так и легла пускай будет у меня такая фактурная стена тем более там будет стоять мебель в это воскресенье уже должны привести мебель вот и поэтому пол стены будет закрываться мебелью и там будет просто покрашена а вот та стена которая на обзоре где не будет стоять мебель поклеена вот такими обоями которые я вам показывала конечно 10 лет эти обои ждали ждали своего часа ждали своей участи лежали я их даже хотела выкинуть планировала выкинуть эти обои потому что ну куда думаю так долго 10 лет уже эти обои лежат думала они уже совсем развалились нет хорошие обои наклеила держится ничего сейчас такие цены в магазинах обои стоят вообще в поднебесную цену так что ничего и старенькие пойдут старенькие а выглядят как новенькие и выглядят довольно таки оригинально они же у меня фактурные а сейчас цены то на фактурные обои вы видели такие огромные вот и все поэтому завтра мы закрасим на второй раз и будем уже класть пол все надо будет все убрать класть и надо освобождать холодильник в общем что я решила с холодильником буду его продавать не продавать а короче отдавать пускай увезут ой куда угодно короче глаз моих долу так что буду без холодильника ничего страшного просто я сейчас представлю конечно хотелось бы мне холодильник сейчас быстренько продать до того как привезут мебель потому что потом тягать даже не до того как привезут мебель а до того как мы постелим ламинат вот раньше в детстве любила эти всем запчасти от капусты сейчас нет и не хочется мне почему-то вот этот старый холодильник без ножек тягать уже по новому ламинату поэтому я нашла фирму которая приезжает забирает холодильнику может закопаешь и щеночку заберут но они вначале сказали что они его оценят ну а думаю что то ой что туда попало думаю может что-то мой холодильник то стоит поэтому так завтра на второй раз красим и уже кладем ламинат все не знаю сколько эпопея продлится с ламинатом сколько дней но я не тороплюсь так знаете вот так надо срезать чтобы это кочерыжка не попала так а как же мне от кочерыжки ты избавиться надо как-то посрезать что в кочерыжечка не хотя что здесь ой я буду готовить такую вкуснятину заходите в гости ко мне на кулинарный канал там будет вкуснятина из капусты у меня от капустки еще такая молодая досталась не старая я брала маленькую штучку в глобусе прямо маленькую маленькую такую взяла хотя она повесила на килограмм представляете даже не знаю почему капуста в глобусе килограмм 50 рублей что просто мне захотелось этого супа с купатами с капусточкой что-то как говорится типа борща типа такие щи щи борщи завтра тоже собираюсь варить очень вкусный суп домашний с домашней курочки у меня есть домашняя грудка из домашней лапшой прям очень хочу давно тоже его уже планировала сварить и никак 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 вот завтра хочу кочерыжку обогну можно еще для этого рецепта вот так капусту ой как хочу пирожки с капустой знаете какие такие как лапти такие приплюснутые и большие длинные как лапти такие кто бы приготовил как говорится сама не люблю вот честно с выпечкой возиться не люблю особенно с пирогами с пирожками еще там какие-нибудь заливные пироги или типа шарлоток что-то такого это еще ладно а вот возиться с таким тестом для пирожков да и в принципе есть то никому я то если что один пирожок съем и все так что вот так продвигается у нас ремонт такие дела конечно все долго грязно муторно все хочется конечно за один день за один день за один час чтобы жить уже в чистоте хорошая капуста на этот рецепт пойдет вот но увы пока не получается пока не получается ну все я думаю тут грамм 300 я думаю тут же грамм 60 осталось у меня было 460 грамм осень у нас еще не топит если честно бывает так зябко я даже один раз включала кондиционер на тепло потому что что-то так стало зябко отопление нету пока вот и очень помогло сразу так стало тепло хорошо вот все я нарезала капустку вот эту кочерочку я выкидываю близко кочерочки тоже не буду резать вдруг там какие-нибудь нитраты или через что-нибудь такое так капуста вкусная сладенькая для этого рецепта как раз самое самое она побегу делать рецепт сниму обязательно для вас видео на кулинарный канал да я щас все еще позже махаю позже махаю руками потому что в этот рецепт как раз надо соберу в этот рецепт как раз надо ее пожухать в принципе капустка молодая хорошая я думаю будет очень вкусным поэтому следите следите за моими изысками на кулинарном канале что этом готовлю все вот столько получилось капусты я думаю это как раз в самый раз ой хочу же ее можно было салат сделать пока пока